приветствую вас друзья вы на youtube-канале все для клёва это тарасыч вы все его знаете добрый день на добрый добрый друзья значит мы сразу чем собираемся ехать на каналы возле днестра половить карася и сегодня будем готовить глухую оснастку на поплавочное удилище подписчики канала все для клёва просили показать как мы делаем глухую оснастку как мы показали как огружается поплавок для поплавочной оснастки николайс надо с первым поплавок так вот поплавок у нас есть так что мы заплогнуть при себе легкий такой дороге не поплавок обычный на пол роли вообще не так буду поплавок и нужны вот такие какой-то набор кэбриков зафиксировать на леске б это у нас основная леска наше удилища это 0 2 до для поплавочка где мы ходим ловимся вырунду так обычно 0 2 леска завоза значит продели кэбрички вот три штуки 32 кто как любит я 3 потому что они часто пересыхают и лопаются дальше запихиваем поплавочек сюда в кембрик на легонько надо чтоб пошло главное не поломать 1 2 поплавка сознательно снята вот это ушко тут было металлическое потому что если допустим и сознательно беру поплавочек с длинным над этим комрем нижним потому что если допустим возникает поверхностное течение то вот эта штучка и вы ее не снимешь никогда в жизни так можно их сместить и получается лесочка у нас ну как бы краю даже лесочка у нас получается утонет и он лучше будет держать течение все поплавочек мы зафиксировали дальше мы будем огружать нагружаем огружается тут написано 2 грамма но я всегда в не верь глазам своим потому что то что пишут на попалках только какие-то там сильно продвинутые фирмы могут давать четкий вес все остальные это не сильно дорогой 10 гривен стоит 25 25 почти доллар для поплавка это не дорого чтобы так себе так грузки 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 начнем допустим чтобы не мульс от лукавого где-то с грузика там 0 5 сколько вообще будем ставить грузиков штучек примерно штучек от 3 до 4 3 4 до вот так не зажимайте зубами никогда да тарасыч просто по профессии стоматолог его можно не зажимайте никогда потому что не надо вот я все кулечки такие чик не зажмёт нашу леску не точно в нормальном грузике есть разрезе он даже довольно легко по ней бегать смотри просто так 1 это 05 да ну давайте добавим еще 03 вот такой вот тут есть такой грузочек и посмотрим что он и как он у нас ставит этот поплавочек для этого нам нужно шо ведро с водой или просто опять-таки зажимаем ай ёлы-палы напряжать то пупка же то у калина пока попадаешь так значит два грузика у нас есть два грузика у нас есть давайте немножко сразу проверим шоу они нам покажут эти два грузика ведро с водой для этой цели у нас сразу есть опа мы его взяли аккуратненько вкинули и он уже как видите так себе ничего торчит да ну поплавок надо всегда чем стоял немножечко пониже по вот эту вот примерно грану всегда короче по антенку красный кто как хочет если так быть честно не на правильно правильно погрузить нужно по антенку правильно вот вот так вот в ведре вот у меня просто жизнь показывает что в ведре всегда по антенку красненькую все хорошо плавает прихожу на водоем всегда ниже не знаю чего шоу ну и как она будет даже понять значит мы берем вот это одна видите написано было два а я взял 0503 и достаточно было уже поставить ну возьмем что-то тогда совсем манюсенькая очень аккуратно ну тут я таки прыжок опускаем опять таки так вкидываем все смотрю видите практически да чуть-чуть надо до этого еще надо да не надо я вам скажу не надо потому что таки надо красочки надо а это ж такую надо мелочь еще найти вот есть грузик 0,17 грамма ну 0,3 0,2 0,5 считайте сколько это 0,3 0,5 это 1 грамм это 1 грамм а на полуке написано 2 если я 2 сюда прицеплю он тонет это гадалки не ходит согласен значит я тогда беру еще 0,17 аккуратненько получилось опять гораздо более аккуратненько чем щепульками добавляем и наверное и еще чуть-чуть все я думаю все нет еще не надо тарасыч мы же еще будем немножечко на подпасах цепляться ну все ладно уже шоу больше ничего не надо ладно все поплавочек более-менее огружен это не играет никакой роли потому что допустим он стоит вот так вот какое-то чуть-чуть течения его натянуло и он сразу понимаете да поэтому пусть лучше чуть-чуть не догружен это мы я не знаю это я решил чего-то и вот так удобнее дальше вертлюжок да потому что вертлюжок тоже будет иметь вес свой правильно конечно и вертлюжок будет иметь вес и подпасочек будет и крючок и крючок с насадкой будет иметь вес все будет иметь вес ну как вы ловите насадкой все на дне то ничего страшного а если насадка вот где-то плывет немножко то то же самое так вертлюжок я смотрю golden catch у вас вертлюжок какой был в мае такой и попил вертлюжок можно вязать можно сделать петля в петлю кто как любит я люблю вязать пропхал замотал ну короче клинч есть клинч все его вяжут тут не надо никому никакой америки мы не открывали теперь в эту девочку надо попасть попал да не надо еще зрением мит такое прилично нужно очки делать то я как бы пока хожу без очков поэтому когда у меня пока получается так короче клинчем завязали венчиком затянули красиво по слюням или как все люди делают затянули вашу лесочку здесь все здесь проверка берем ножницы чтобы не кусать парни как приличный стоматолог а то и так все постирали уже зубы кругом ходят бурксисты трут эти зубы по ночам вот все дальше поводу вот есть такая хорошенькая у меня очень хорошенькая зимняя лесочка шестнадцатая очень неплохая так это у нас поводочный материал да это зимняя леска но мне нравится она тянется хорошо и она тонюсенькая карасика ловить любого выдержит проблем нет все старайтесь будет опять зубами такую тонюсенькую зубами искусственными так что вот так вот здесь мы привяжем крючочек никогоич какой вот этот анаконтик ваш или как он там она вот это да а да 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 10 номер 10 номер карасёвый вообще то что надо да нафига больше крючок вяжем как все люди ляжут что там мозгов надо чик вставили попали привет по слюняю трассы как часто вы меняете поводки очень часто только начал крутиться вот я просто я не могу на него смотреть крючок я проверяю ногтем если у меня в ног отюперся он острый все ага если он по ногтю скользит можете его выкинуть сразу вот здесь кстати я делаю петля в петлю петля в петлю делать восьмерочку и петля в петлю оно получается как бы не проблема ну опять чего я не люблю петля в петлю почему потому что вот этот поводочек с этим подпасочком когда начинает летать если крючок опять туда петля в петлю вскакивает ну и в баню на дни нервы на рыбалку на я вижу его все равно какая разница что клинчем что то петля что то петля по большому счету только то так под затянута то опа 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 какой длины вы делаете поводу я делаю где-то сантиметром 15-20 ого а что это большой поводок у меня где-то я делал где-то около 10-12 чего какая разница в общем то я люблю так опять мы его наверно заклинчуем опять клинч ну вот сколько там 15 сантиметров опять клинчик раз сюда раз сюда и все все просто на слюня затянули делаем обрезу пожалуйста 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 и так у нас получился крючок поводок да все это будет лежок грузики поплавок да берем какой-то такой себе малипус пластик на подпасочек находим вот так вот раз и зажимает а сам говорит что хорошо что допустим я всю жизнь с чем-то маленьким связан поэтому мне как-то это побыстрее а люди бывают там столько нервов вот бэнс 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 все у вас связано да вот ваша снасть значит эти мы пока грузки смещаем сюда к вертлюгу поплавочек тоже сместим к вертлюгу довольно тугенько он у нас идет не будет при подсечках подскакивать вверх все это мы кинем в наши опять-таки ведрышко и вот вам Александр Николаевич практически по черную штучку оно стоит если вы себе чуть-чуть течения оно всегда есть подтянет сразу станет вот так а может а может быть даже ниже а вот этот подпасочек что нечего ну никто же ходит никаких проблем Он не лежит на дне? лежит а он должен лежать на дне? а чего же он не должен делать а кто он будет его на дне удерживать вот у мамы и он должен быть легеньким 0,17 потому что не сильно тяжелым потому что когда берет я почему-то ставил так чтобы подпасок тоже был над водой а что у вас потом у вас потом поплывет сейчас на самом легеньком течении ага чтобы на течение она легла на дно лежит оно лежит на себе и когда она его допустим поднимает потащила нас фактически не чувствует этого груз то есть те 0,17 грамма но примерно вес насадки дальше как люди там ловят кто так кто так я например ловлю так что все эти грузы немножко разбрасывал по леске это нужно для того чтобы это нужно я не знаю для чего я скажу для того чтобы вылечить может быть дальность нет никакой вы дальность этим не увеличите вы увеличите иногда берет вот так разбросал можно если глубина допустим позволяет вообще можно бросать подальше предварительно вы измеряю глубину разбросать грузики вы будете знать на какое расстояние вы примерно закидывать иногда очень часто мы можем сделать даже вот так и сделать такую вот пар мышечку и бывает помогает не знаю иногда помогает вот так то есть есть всякие варианты иногда бывает такое что приходится их сбить в кучу вот это вот вам глухая сноска ловите на здоровье все отлично еще друзья завтра сразу чем пойдем до бомбить карася по всем прогнозам ничего бомбить не будем вообще из-за того что полная луна да если что-то и так посмотрел все прогнозы говорят что рыбы нет так что подумаем рыбалка у нас экстремальная страсть чем ловим карася да причем такое место интересное то все ограждено забором бетонные плиты лежат на участке и все и короче ничего больше нет но аккуратненько перелезли через заборчик под заборчиком и забросили удилище вы поймали первого карася утра сейчас поплавок у меня поплавок что-то будем рыбать друзья вместо тут классно получается вот дом рыбака вот и вот там вот в относите видите если там река короче попробуем весу то поймать рыбалка бесплатная экстремальная где его красавчик ее мы карасище да такой здоровый желторотый такой бомба с этих красавец друзья мощняга это что тратить на манку друзья на маночку вы поняли он вообще сбоку не во рту даже так есть такое дело опять манка да так раз и поднял стояла она стояла никого не трогал и опять смотрите сбок красава не понимаю как не в рту рядом за рту такой грамм 350 до 300 мне показалось опять что манка его и не почувствовала потом уже так а ну-ка я дойду туда на желтый местечковый николай классика наматываем да вот вот так хватит николай вот пять пальцев отлепить она нормально чем два раза меньше чем на лепка чик лёшки а на фига вам было пацанка вы что почувствовали что рыба большая потому потому что надо сфоткать все таки николаев такие лупанук да уж друзья нет ну нормально вы поняли если так приблизить получится здоровый огромный риб а и 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 Субтитры подогнал «Симон»